Всем приветчики, товарищи! С вами Борис Ремонтный, значит. Это я. Ага, я здесь. Короче, произвел, значит, заливку. Это уже на следующий день. Сейчас расскажу. Минусы, плюсы. Равняется, не равняется. Как, смотри. Кодзенская попка. Смотри. Вот, уже залил. Здесь я заливал с превышением допустимой нормы жидкости в смеси. Представляете? Сейчас вам расскажу, какая допустимая норма смеси была на 20 килограмм. На 20 килограмм, значит, у нас требуется от 4 до 6. То есть, от 4 200 до 4 600 миллилитров. Да? Смотри, на 20. Ну, видишь, да? Написано. Ну вот, ты понял, молодец. Ай, блядь. Короче, смотри. Здесь я заливал это самое, ну, прям вровень воды. Прям 4,5 литра ровно на 20. И вот, что получилось, блядь. Вот такие вот. Ну, это, в принципе, тут ровно. Тут ровно. Просто я подливал уже потом, потому что здесь я что-то, походу, валиком не прошелся. Ну, это ничего страшного, это я шкурочкой эту рябь сниму, это херня все. А так, в основном, в принципе, все залилось, но с такими вот маленькими неровностями чуть-чуть. Поверхность так-то я выровнял. Выровнял, да. Шпателем широким таким. Да, потому что больше никак. Вот так, вот уже все подсохло. Более-менее, вот еще здесь вот чуть-чуть осталось. Здесь вот неровность небольшая, да. Вот здесь вот. А вот здесь уже, вот здесь, я превысил допустимую норму воды. Потому что с рекомендуемой нормой воды, с рекомендуемой нормой воды, масса получается густая, как творожок. Как масса, понимаете, такая прям густая. То есть это не есть наливной пол, это какой-то полужидкий, это какой-то уже бред. Это бред полный. Так что я решил налить пять с половиной литров, даже пять-триста. Вот здесь я сделал пять-триста. Я прям измерял все. Смотрите, разница колоссальная. Разница просто колоссальная. Смотри, смотри, смотри. Как женская попочка. Смотри. Колоссальнейшая разница. Сумасшедшая разница. И вот здесь. В принципе, здесь тоже нормально. Я думал, хуже будет, когда сейчас вот подсохло, уже нормально. Там это все потом это расползется, рассосется. Хорошо. А вот здесь уже я прям хорошо бухнул воды. Потому что я, ну, примерно понимаю, что помещение маленькое. ДД-ферная лента здесь и не нужна. По сути. Это сам узел. Здесь получилось просто сказочно. Смотри. Смотри. Сказочно получилось. Просто прям гладкая, прям ровнейшая поверхность. И растеклось, в принципе, все само. Ну, конечно, я роликом прошелся. Вот такие вот ролики. Полная чушь. Чушь полная. Вот такой вот ролик. Надо, чтобы концы были тупые, не острые, как здесь. Они уже не острые, потому что уже намазаны полом. А тупые концы должны быть. А вот пол. Это теплый пол. Я потом его... Я, короче, решил этот теплый пол. Прямо вот так вот его, прямо вот так вот его теплый пол сделать. Потом уже под плитку. Под плитку здесь полностью теплый пол выложу. И под плитку его. И все. Вот такие вот пироги. Пироги Борис Ремонтник закончил наливной пол. Я здесь. Наблюдаю за вами. Будьте внимательны. Я здесь. Пироги Борис Ремонтник. Пироги Борис Ремонтник.